И реально ли за 3 месяца пройти весь курс? Да, это реально, но если вы будете проходить неделю в неделю, то есть если материал недели, вы будете проходить за неделю, то есть понедельную. Самый длинный срок обучения, который у меня пока что был на курсе, это было полгода, но опять же человек эти 3 месяца за полгода проходил, потому что он мог посвятить обучению, только на выходных мог обучаться, потому что имелась вторая работа. Поэтому если вы проходите неделю в неделю, то пройдете за 3 месяца, если вы допустим неделю проходите за 2 недели, тогда вы просто увеличиваете этот срок в 2 раза и за этот срок вы обучитесь, но если вы будете проходить четко по программе, то за 3 месяца очень даже реально. Порог входа, то есть требований к ученикам абсолютно никаких нет. Курс рассчитан на обучение с полного нуля, но при этом если у вас есть какой-то опыт уже в андроид разработке, то программа может корректироваться под ваш личный опыт. То есть по факту никаких требований нет, все что сначала нужно сделать это установить андроид студию и подключить ваш смартфон к андроид студию и дальше идти с первой недели. Но опять же как подключать, как устанавливать андроид студию и как подключать смартфон, я заранее обговариваю это с учениками, если у них это не сделано, то я предоставляю специальные видео, посмотрев которые они могут это все сделать. Android студия, в отличие от Xcode, она не требовательна к компьютеру, вы можете делать это даже на самом слабом компьютере, но чем слабее ПК, тем медленнее у вас будет работать андроид студию. Я начинал работать в андроид студию на процессоре i5, у меня было оперативки 6 гигабайт, и вот при таких даже параметрах у вас будет андроид студия очень быстро работать. То есть идеально 6 гигабайт оперативки и i5 процессор. Но опять же можете работать и на более слабых ПК, просто будет чуть-чуть немножко медленнее, но опять же андроид студию не требовательна к вашим устройствам. И самый также часто встречающийся вопрос, почему Kotlin, а не Java? Ну ладно, давайте так. В современном мире в 2021 году основным языком для андроид разработки является уже Kotlin, Java уже не актуально. Даже уже Google, та компания, которая принадлежит платформе андроид, сказала, пишем на Kotlin. Ну какая может быть Java? Мы пишем на Kotlin, Kotlin современный язык. Java это прошлое для андроид, не стоит сфокусироваться на Java. Java продвигают только те люди, которые давно уже пишут несколько лет, в районе обычно это 10 лет, пишут на Java, и просто не хотят переходить с нее, потому что у них уже есть образцы кода и все наработки. Либо они продвигают обучение именно на Java. Но Google сказал, основным языком является Kotlin, тем более все новые библиотеки или обновления старых библиотек, все новые виджеты, которые выходят для андроид разработки, они все выходят изначально под Kotlin. А потом, обычно через полгода пишутся инструкции и по Java, а многие разработчики таких библиотек даже никогда не делают код по Java, потому что в Java нет никакого смысла, потому что все разрабатывается на Kotlin. К тому же Kotlin намного лучше, он намного быстрее, и если вы будете писать на языке Kotlin, то у вас будет намного меньше кода, если вы писали на Java, и он более понятен и лучший для старта. И более говорят многие, что изучите Java, а Kotlin на том легко пойдет. Это вранье, сразу учите Kotlin, и опять же вам учить Kotlin. Язык программирования глубоко не надо учить, вам нужно знать основы, как создаются переменные, как пишутся функции, как вызываются функции, как создаются циклы, как мы работаем с коллекциями, и по ОП вам нужно знать классы, интерфейсы, объекты, наследование, полиморфизм и все вот такое. И опять же, это все основы Android и основы Kotlin мы с учениками изучаем уже на первой неделе. То есть на первой неделе уже вы будете владеть всеми основами. Да, я автор этого курса, я сам создаю курсы, я сделал это потому, что мне об этом просили, потому что на русскоязычном пространстве нет нормального полноценного курса Android разработчика, после которого вы реально за короткий срок можете стать Android разработчиком. Поэтому я создал этот курс. И как вы видите, стоимость довольно-таки минимальная. За такую стоимость вы не найдете ничего нормального. По поводу моего опыта, я начинал, наверное, уже лет 10 назад, а может чуть меньше. Я начинал как верстальщик, я верстал сайты, потом я освоил PHP и кодекс WordPress, создавал сайты на WordPress, затем захотел делать e-commerce решения и занимался именно разработкой сайтов для фитнес-клубов, для салонов красоты, то есть там, где нужен личный кабинет, можно было выбрать расписание конкретного специалиста, записаться к нему, то есть я писал на языке Python и на его фреймворке Django. После этого я перешел в разработку мобильных приложений, так как у меня не было макбука, я перепошел работать в Android, так как делали это многие. Я, значит, тогда Kotlin не был настолько известен, я писал на Java, поэтому когда я говорю, что пишите на Kotlin, я знаю, о чем я говорю, я писал на Java. Потом случилась такая ситуация, что я попал в стартап, в котором меня пригласили, и я тогда переходил с уровня джуниора на уровень медла, и меня позвали синьоры на проект, на англоязычный проект, а именно на американский проект для создания приложения для барбершопа, но там более такая была внутренняя кухня, там нужно было создать приложение для директора барбершопа, для контроля за сотрудниками. И, в общем, меня позвали и сказали, что нужно писать только на Kotlin. И тогда я потянул Kotlin и начал писать на Kotlin, хотя я полностью до этого отрицал язык Kotlin. Я начал писать на языке Kotlin, и с тех пор я не вернулся на Java, потому что я увидел все его преимущества. В общем, мой опыт сли очень большой, который начинается от веб-разработки и заканчивается мобильной разработкой. И далее меня сравнивают с другими курсами и спрашивают, почему Geekbrains обучает за код, но не только Geekbrains, Netology, Skillbox, Skillfactory за код, тот же, ну, отус, по-моему, он, короче, обучает. А вы за всего лишь за 3 месяца. Все очень просто. В таких больших компаниях им не важно вас научить, потому что у них большой ценник. Такой огромный ценник в районе, по-моему, там, со 20-150 тысяч, они могут продать лишь длительным сроком обучения, якобы длительным сроком обучения, якобы шикарной обратной связью, либо якобы хорошей программой. Но по факту то, что они дают, это сухая теория, какие-то задачки, которые ни на каплю не приблизят вас к профессии Android-разработчика. Их лишь задача удерживать вас все время на курсе, чтобы юридически у вас не было никаких основ для претензий и требований возврата денег за плохое обучение. Потому что они там сотрясают воздух, не дают нормальной обратной связи и дают очень много задачи, которые никакого отношения не имеют к реальной разработке. Могут, да, там, программу вам воткнуть, разработку какого-то там приложения, но по факту это приложение вы даже не сможете положить в портфолио, потому что, показывая его на том же собеседовании, над вами просто будут смеяться. Потому что, реально, то, что они там показывают, делай, это далеко от действительности. Поэтому, за 12 месяцев и даже за полтора года это слишком большой срок. Проще всего начать с котлина и изучать именно те технологии, те инструменты, которые вы непосредственно можете применять здесь и сейчас. Потому что в обучении в целом, но в особенности в обучении программирования, очень важен быстрый результат. Мои ученики получают первый же результат после первой недели, в плане основ, а уже более глубокий результат они получают уже после второй, после третьей недели и после каждой недели, уже видят уровень своего роста. Поэтому, обучение длительное за 12 месяцев и за полтора года, оно не имеет смысла, потому что оно ни к чему нехорошему не приводит. Мой курс не теоретически, как у BigBrain, а практически. Также меня очень спрашивают, почему я не выкладываю свой курс на Udemy. Все очень просто. Udemy может забирать до 70% комиссии. То есть, если я выложу этот курс на Udemy, то, во-первых, у вас не будет возможности оплачивать его помесячно, придется увеличить стоимость курса в 3 раза. Допустим, я выложу курс с обратной связью, который сейчас стоит 3000 рублей за месяц. То есть, не будет возможности оплачивать помесячно, то есть, он сразу должен стоить 9000 рублей. И так как комиссия будет 70% у Udemy, то я должен буду увеличить эту стоимость курса в 3 раза. То есть, этот курс будет стоить 27000 рублей. А за этот ценник мало кто будет покупать мой курс. Потому что это слишком дорога, большая цена для русскоязычного пространства. Поэтому я не иду ни на какие платформы. Этот курс я создавал лично. И я не вижу смысла выкладывать его на Udemy. Потому что я не хочу, грубо говоря, за такую минимальную цену, как в 3000 рублей в месяц, на премиальной программе, еще и делиться с Udemy. Субтитры создавал DimaTorzok